Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Юлия Черешнева. Через несколько дней обновленный хирургический корпус Первой городской больницы примет посетителей. Старейшее лечебное учреждение Магнитогорска станет одним из лучших в Уральском регионе. Напомним, ремонт начался год назад. 100 миллионов выделил областной бюджет и 60 городской. Балаты современные, теплые, светлые, с бытовыми условиями, с умывальничком, душем, с унитазом. Имеется система экстренного вызова дежурной медсестры при ухудшении состояния больного. Мы приобрели новые аппараты для искусственной вентиляции легких, новые наркозно-дыхательные аппараты, современные мониторы на каждое место, новые кровати функциональные для реанимационных больных. Изменились условия не только для больных, но и персонала. Врачам и медсестрам легче будет оказывать первую помощь. Всех новорожденных малышей будут проверять на наличие наследственных заболеваний. На эти цели из федерального бюджета для Южного Урала выделено более 16 миллионов рублей, из областного почти 860 тысяч рублей. Сейчас приобретаются расходные материалы, реактивы и лабораторные оборудования. Своевременное лечение позволяет приостановить или предотвратить прогрессирование заболеваний. Право выдачи лицензии на продажу алкоголя в Челябинской области полностью передается муниципалитетам. Ранее территории получали лишь частичное право на выдачу этих разрешений. По мнению губернатора области, полная передача их введения властей, городов и районов позволит лучше контролировать точки, занимающиеся продажей спиртного. Магнитогорский театр оперы и балета готовится к пятому международному фестивалю «Вива-опера». Уже начались первые репетиции с приглашенными артистами. Магнитогорских ценителей музыки порадуют творчеством Елена Михайленко, солистки Московского театра «Геликон-опера». В этот раз я исполню партию Татьяны в опере «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского. Ну и еще спою концерт, он как бы сборный, не чисто мой сольный. Там будут участвовать четыре певца, двое из них мои коллеги по театру «Геликон-опера» и один из «Мариинки». «Вива-опера» откроется 20 апреля с пектаклем «Евгения Негин». В рамках фестиваля магнитогорцы также смогут увидеть оперы «Регалета» и «Кармен». Трое хоккеистов магнитогорского «Металлурга» приглашены в сборную России, которая в предстоящие субботы-воскресенья в Санкт-Петербурге сыграет очередные матчи европейского хоккейного вызова с командной Норвегии. В главную команду страны отправились защитники Виталия Тюшов, Евгений Бирюков и нападающий Алексей Кайгородов. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи! Сегодня днем синоптики обещают першим пенуазе плюс 10-12. В Кизильском 9,11 выше нуля. В Верхнеуральске 11,13 тепла. Магнитогорский облачно с прояснениями днем плюс 10-12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова